На последних местных выборах в июне 2015 года от нашей партии было избрано более 900 городских, районных и сельских советников и около 50 мэров. Это каждый восьмой местный избранник по всей стране. Особенно убедительную победу наша партия одержала в Бельцах. Лидер партии Ринато Усатый был избран мэром, получив в первом же туре выборов 72,24% голосов избирателей. За список кандидатов нашей партии в Бельский муниципальный совет проголосовало 60%, 65% избирателей, в результате чего партия получила 26 из 35 мандатов советников в муниципальном совете. В результате сфабрикованных против Ринато Усатого заказных политически мотивированных уголовных дел он был вынужден покинуть страну в сентябре 2016 года и по настоящее время находится за ее пределами. Учитывая практику применения пыток в молдавских тюрьмах и даже случаи убийств людей в пенитенциарных учреждениях, возвращение Ринато Усатого домой несет угрозу не только его свободе, но и здоровью, и самой жизни. Мэру приходилось руководить городом дистанционно, пользуясь современными техническими средствами связи, что осложняло нормальное руководство муниципием. Несмотря на это независимые эксперты признали Мэрию Бейльц самой прозрачной в Молдове. В городе Ринато Усатым были проведены аудиты муниципальных предприятий и служб, в результате чего были выявлены многомиллионные коррупционные схемы, практиковавшие предыдущей муниципальной властью. Об этих нарушениях были уведомлены еще в 2015 году правоохранительные органы, однако они до сих пор не предприняли никаких мер, чтобы привлечь виновных к ответственности. Бывшие руководители города, покрывавшие коррупционные схемы, перешли в правящую демократическую партию олигарха Владимира Плохотнюка, того самого, кого в Молдове считают захватчиком государства. Чувствуя свою полную безнаказанность, в конце 2017-го, в начале 2018-х годов, эти силы предприняли, другого определения я не найду, бандитскую попытку рейдерского захвата целого муниципия Бельца. Цель атаки на город – зачистить его от неугодной оппозиции, захватить контроль над Бельским советом и мэрией, а также возобновить старые коррупционные схемы ограбления Бельц. Для демократической партии контроль над вторым городом Молдовы имеет важное значение в преддверии намеренных на осень этого года очередных парламентских выборов. По новой смешанной системе голосования в Бельцах создано два одномандатных округа. В этих округах самые большие шансы на победу имеют кандидаты от нашей партии, что неприемлемо для правящего режима. Начиная с декабря прошлого года, противники местной власти в Бельцах искусственно спровоцировали в городе так называемый мусорный кризис. Связанная с представителями центральной власти частная компания «Монополист» в мафиозном стиле, в ультимативном порядке потребовала повысить тариф на вывоз мусора, а получив от местного совета отказ, прекратила вывозить мусор из города и незаконно лишила город мусорных контейнеров. Одновременно муниципальным службам города, пытавшимся самостоятельно решить проблему уборки мусора, незаконно закрыли доступ на полигоны твердых бытовых отходов. Этот мусорный шантаж не прекращается до сегодняшнего дня. На таком фоне, 28 декабря, мэр Ринато Усатый призвал к проведению в городе местного референдума о вотуме доверия. Бельский совет назначил такой референдум на 4 марта, но офис правительственной канцелярии в Бельцах опротестовал решение совета в суде, а Центральная избирательная комиссия просто отказалась рассматривать вопрос о проведении референдума. Действия правительства и электоральных органов мы расцениваем как грубое нарушение Европейской хартии местной автономии, Конституции Республики Молдова, Закона местной публичного управления и Кодекса о выборах Республики Молдова. По вопросу проведения местного референдума, Бельский муниципальный совет собирался дважды, 3 и 19 января этого года. В этот период была развязана настоящая кампания террора, шантажа, запугивания и подкупа местных советников Бельц. Многих моих коллег-советников вызывали повестками в органы полиции и прокуратуры для допросов в качестве обвиняемых по сфабрикованным уголовным делам. Ряд советников не выдержали давления, сложили свои мандаты или вышли из фракции нашей партии, а некоторые были вынуждены покинуть страну. Силовые структуры использовали приемы, которые иначе как преступными не назовешь, давление на членов семей, запугивание женщин и даже детей. В условиях такого прессинга на законно избранный местный муниципальный совет фракция «Наша партия» пошла на беспрецедентную в истории Молдовы акцию в полном составе объявила голодовку с требованием обеспечить нормальную работу Совета. Голодовка, в ходе которой несколько советников были интернированы в больницу, продолжалась пять дней и вызвала широкий резонанс как в молдавском обществе, так и за пределами Молдова. С 22 по 25 января я вместе с моим коллегой, вице-председателем нашей партии Еленом Кашу, посетили Страсбург, где встречались с представителями Совета Европы, Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы, Парламентской ансамблеей Совета Европы и проинформировали их о беспрецедентном давлении на бельские власти и нашу партию. Представители упомянутых европейских институтов заверили, что будут внимательно следить за ситуацией вокруг Бельц, вплоть до направления туда специальных докладчиков. Позвольте мне еще раз выразить благодарность за ваше внимание, неравнодушие и солидарность. Не желая, чтобы жители Бельца оставались заложниками рейдерской атаки центральных властей на муниципалитет, Рената Усатый принял решение разрубить этот Гордиев узел и дать возможность самим гражданам вынести свой вердикт в сложившейся ситуации. 12 февраля Рената Усатый объявил о своей отставке с поста мэра. Так, 20 мая в Бельцах должны пройти досрочные выборы нового градоначальника. В условиях непрекращающегося давления на оппозицию со стороны правящей демократической партии и подконтрольных ей государственных структур, рассчитывать на то, что эти выборы будут честными, справедливыми, демократичными, к сожалению, не приходится. Надеяться на то, что выборы пройдут корректно, не позволяет и печальный опыт нашей партии. Партия Рената Усатого была незаконно снята с парламентских выборов в ноябре 2014 года. В 2016 году самого Рената Усатого лишили возможности участвовать в выборах президента Республики Молдова. В 2018 году власти вынудили Рената Усатого покинуть пост мэра Бельц и продолжают убивать фракцию нашей партии в Бельском муниципальном совете. Против более чем 50 местных избранников, мэров и советников от нашей партии сфабриковано более 100 уголовных дел. Я могла бы часами рассказывать историю каждого из наших коллег, которые подверглись и продолжают подвергаться репрессиям со стороны авторитарного и коррумпированного режима, захватившего Молдову. Я могла бы привести многочисленные примеры беззаконий и издевательств со стороны политически зависимой селективной юстиции в Молдове, но для этого тоже потребовалось бы не один час. Мы расцениваем как незаконное преследование представителей нашей партии и ее местных избранников, как расправу с оппозицией по политическим мотивам. Определение Молдовы как захваченное государство господин Яглан дал в августе 2015 года. За прошедшие с тех пор два с половиной года в Молдове мало что изменилось. Непрекращающее давление властей на целый город Бельцы и на целую политическую партию наша партия убедительное тому подтверждение. Благодарю вас за внимание и готова ответить на ваши вопросы. Спасибо большое.